Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня у нас на кружке новое и пока еще непривычное мероприятие. Я сейчас расскажу, что это такое, но для начала пару слов скажу о кружке и нашем локальном сообществе. Собственно, то, где или как мы с вами находимся, ну, находимся, конечно, в кавычках, это и есть наш кружок аналитической философии. Он функционирует на кафедре антологии и теории познания Уральского федерального университета аж с 2006 года. Мы собираемся практически каждую неделю и обсуждаем классические и совсем свежие современные работы по аналитической философии. Но наш кружок представляет собой скорее такое локальное и не очень публичное мероприятие, хотя некоторое время назад мы и начали делать записи, обсуждения и выкладывать их на разных медиаресурсах. Более открытыми являются другие наши мероприятия, которые открыты для свободного и конструктивного участия каждого желающего. В первую очередь это наша ежегодная научная конференция Аналитикон. В этом мае она пройдет уже в десятый раз. Далее это научный журнал, который полностью посвящен аналитической философии. Журнал называется Аналитика. Также мы организуем различные специальные мероприятия, участвуем в праздновании Всемирного дня логики ЮНЕСКО. Кроме того, начиная с этого года мы будем проводить конференцию для молодых исследователей. Она называется Аналитикон Джуниор. Вот и первая конференция пройдет уже 21 апреля, но на нее еще можно успеть подать заявку. Также в этом году мы проводим конкурс научных работ молодых исследователей. И под молодыми исследователями здесь понимаются студенты, магистранты и аспиранты. Более подробную информацию можно найти на сайтах конференции Аналитикон и журналах Аналитика, а также в наших социальных медиа. Теперь о том, что за мероприятие пройдет сегодня. Мне кажется, и я думаю со мной многие согласятся, философское сообщество в России, ну и если брать шире, в странах СНГ очень разрозненно. К сожалению, у нас мало взаимодействия друг с другом. Да, мы проводим конференции, мы участвуем в конференциях. У нас даже бывают тематические дискуссии на страницах разных журналов. Но все равно как-то мы мало друг друга читаем, мало обсуждаем идеи друг друга. В общем, мало взаимодействуем. Конечно, это не идет на пользу формированию и развитию нашего широкого философского сообщества. Поэтому мы решили попробовать новый формат мероприятий. Мы будем регулярно, возможно раз в месяц, но мы еще пока не решили однозначно, регулярно приглашать на заседание нашего кружка специалистов из России и других близких стран, которые будут представлять то, над чем они в настоящее время работают. И формат приблизительно такой. Докладчик присылает нам уже или уже вышедшую статью, или черновик статьи, которая еще только готовится. Мы с этим материалом знакомимся. На обсуждении докладчик выступает с сообщением. Длительность до одного часа астрономического. После чего проходит обсуждение с вопросами, комментариями, замечаниями и так далее. И сегодня мы в первый раз организуем такое обсуждение. Я очень рад, что Евгений Васильевич Борисов согласился принять участие в этом начинании. Сегодня мы обсуждаем вопросы кросс-мировой предикации. Мы читали присланные нам черновик статьи, а теперь время для доклада. Поэтому я предоставляю слово Евгению Васильевичу Борисову, доктору философских наук, главному научному сотруднику Института философии и права Сибирского отделения Российской Академии наук. Пожалуйста. Спасибо, Ев. На всякий случай, коллеги, скажите, пожалуйста, как слышно. Супер, ура. Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Я ужасно рад вас всех видеть. Оно, конечно, лучше бы в реальной жизни. Но надеюсь, что мы скоро догонимся на почном и на литиконе. Надеюсь, там встретимся, как полагается, прямо в гроте. Ну, и, разумеется, в рабочих аудиториях. Вот, стало быть, позвольте, я перейду, собственно, к докладу. И вот сейчас запущу презентацию. Вот доклад про это. Не гибридная логика для кросс-мировой претикации. Вы уже, многие из вас, а может быть даже все, слышали один или даже несколько моих докладов по этой теме. Я этой темой несколько лет уже занимаюсь. И раннюю версию своей логики, семантической ее части я даже представлял на аналитиконе несколько лет тому назад. Ну, сейчас версия более такая детализированная, более разработанная. Вот, и давайте я буду действовать следующим образом. Да, ну, сначала тема доклада. Значит, кросс-мировая претикация в естественном языке встречается очень часто. Это для естественного языка обычная вещь. Например, «Я думал, ваша яхта больше». Вот это Расселовская, как бы фразы из Расселовской статьи «Он динотинг». Ну, или «Ваня мог бы быть выше», «Ваня мог бы вести себя повежливее» и так далее. Вот такого рода сравнения. Это совершенно обычное дело для естественного языка. И они содержат кросс-мировую претикацию. Ну, кросс-мировая претикация может быть и более сложной. Там могут быть задействованы, например, более многоместные претикаты. Трехместные, пятнадцатиместные и так далее. Вот, значит, для естественного языка кросс-мировая претикация – это обычное дело. Но, как ни странно, стандартная модальная логика первого порядка – этот феномен, феномен кросс-мировой претикации не видит и, в принципе, не может увидеть. То есть, стандартная модальная логика так устроена, что для нее просто феномена кросс-мировой претикации не существует. Вот, поэтому все такого рода предложения, ну, типа, «Ваня мог бы быть выше», не могут быть адекватно формализованы в стандартной модальной логике. Так вот, план доклада моего будет вот каким. Я сначала хочу рассказать, изложить семантику одной из стандартных модальных логик. Я ее назвал SML, но это очень просто, от слова «Standard Model Logic». Значит, это одна из стандартных модальных логик, которые описаны в книге Фитинга и Миндельсона под названием «Fastodder Model Logic». Вот, ну, очень такая, как мне кажется, классическая книга по модальной логике первопорядковой. Вот, ну, там описано целое семейство первопорядковых модальных логик. Вот, одну из них я представлю. Затем я более подробно расскажу, что такое кросс-мировая предикация, сам феномен этой самой кросс-мировой предикации опишу. И мы увидим, что стандартная модальная логика отобразить этот феномен, в принципе, не может. И потом будет третья часть семантика логики, которую я разработал, я ее назвал CPL, от слова «Crossworld Predication Logic». Значит, логика CPL представляет собой в определенном смысле модификацию SML, стандартной модальной логики. В частности, CPL базируется на том же языке, что и SML. Вот, поэтому рассказ про первую логику, про стандартную SML, он не будет лишним, он пригодится. Например, мне не придется потом описывать отдельный язык CPL. Ну и, кроме того, семантика CPL представляет собой в значительной мере модификацию семантики SML. Поэтому, в общем, я первой части стандартной модальной логики хочу уделить, ну, достаточно много времени. Но это, это как бы будет длинное предисловие, но оно, хоть и длинное, но оно не будет лишним. Это все пригодится. Вот, ну и так, давайте перейдем к стандартной модальной логике. Она же SML, она взята из Фитинга и Медельсона, книга 98-го года. Язык этой логики, назовем этот язык буквой L готической. Значит, этот язык содержит переменные интивитные, а также интивитные константы, бесконечное множество и того, и другого, а также бесконечное множество N местных предикатов для каждого положительного натурального N. Ну, и логические связки, набор логических связок стандартный. Булевые операторы, ну, я в качестве примитивных беру отрицание и конъюнкцию. Значит, операторы возможности, квантер экзистенциальный, лямбда оператор, а также скобки и запятая. Вот, это такой минимальный набор примитивных операторов, но остальные привычные нам операторы могут определяться стандартным образом. Скажем, бокс может определяться через ромб стандартным образом. Вот, термы в этом языке это только индивидные константы и индивидные переменные, ну, множество var и kon. Значит, функциональные термы я в язык не включаю ради простоты изложения. На суть дела они бы не повлияли, но все рассуждения сильно бы усложнились, поэтому ограничимся переменными константами. Множество формул, синтаксис, вот внизу, в этой нижней строчке определяется рекурсивно. Здесь так-то все обычное, но две вещи я хочу оговорить. Коллеги, а скажите, пожалуйста, видно ли вам, как курсор по слайду ходит? И вот я сейчас выделил формулу, это тоже видно, да? Ну, прекрасно. Ну, и так, значит, на что здесь нужно обратить внимание? Атомарные формулы в этом языке выглядят вот так. Здесь х1 и хn это переменные. Значит, важно, что в атомарных формулах не могут фигурировать индивидные константы. В атомарных формулах у нас только переменные. Значит, дальше все стандартно. Отрицание, конъюнкция, ромб, экзистенциальный квантер и про лямбда-оператор скажу пару слов. Значит, если у нас есть формула φ, это целая формула, то мы к ней, мы можем взять любую переменную х и добавить лямбда, и все это взять в угловые скобки, и вот мы получим лямбда-абстракт. Ну, лямбда-абстракт по интуитивному смыслу это определяемый предикат. Из формулы мы можем сделать вот такой... У нас есть примитивные предикаты, но это просто буквы b, q и так далее. А вот так вот мы можем сделать определяемый одноместный предикат. Ну и потом мы можем этот предикат применить к какому-то термотем. Вот так мы получаем формулу. То есть вот, значит, здесь φ это формула, потом, то, что в угловых скобках, это не формула, это так называемый лямбда-абстракт. По интуитивному смыслу это определяемый предикат. Вот. А когда мы этот лямбда-абстракт применяем к t, мы получаем еще одну формулу. Значит, вот здесь маленькая формула φ вшита в большую формулу вот такую. И в качестве t, t это может быть любой терм, как переменная, так и константа. Итак, константы у нас вот сюда в атомарные формулы попасть не могут. Могут только использоваться с лямбда-оператором вот таким образом. Вот. Это важная синтаксическая особенность. В чем ее смысл? Ну, я об этом позже скажу. Пока. Вот еще раз повторю, что я сказал. Если мы хотим соединить предикат P, примитивный, и константу A, то мы не можем это делать вот так вот. Это не формула. Через лямбда-оператор вот так мы это делать можем. Это уже будет формула. Вот. И я буду такую нотационную конвенцию использовать. Писать. В общем, вот эту более длинную формулу с буквой лямбда буду записывать вот так. Здесь буквы лямбда нет. Она тут как бы незримо присутствует. И то, что здесь после слэша, это переменная, которая стоит под лямбдой. А T это терм, который в этой формуле стоит в конце. Ну, вот такая запись, как мне кажется, облегчает чтение формул, в которых есть несколько лямбда-операторов, особенно если один включен в область действия другого. Да, на всякий случай подчеркну, что вот в этих формулах такого вида переменная x является связанной. Ну, то есть лямбда связывает переменные так же, как квантер. Здесь x связано, и все вхождения x вот в этой φ тоже связаны. Если t представляет собой переменную x, то вот это вхождение x, выделенное, свободно. Вот. Ну и вообще, если t переменная, то она в этой формуле, вот это вхождение, свободно. Вот. В общем, лямбда-оператор связывает соответствующие переменные. Итак, про язык я сказал все. Про смысл лямбда-оператора скажу чуть позже, когда мы пройдем семантику. Значит, модель. Модель это вот такой кортеж, состоящий из четырех штуковин. Здесь g это не пустое множество возможных миров, r это отношение достижимости на множестве g. Сразу скажу, что на r, на отношение достижимости, я никаких ограничений не налагаю. Ну, в смысле, в этой логике, фитинг и медельсон не налагают. То есть, r может быть любым, в том числе и пустым. То есть, мы сейчас рассматриваем некоторый вариант первопорядковой логики кей. Где отношение достижимости может быть любым. Значит... dw это домен мира w, где w... Ну, это один из возможных миров данной модели. Вот я еще... Итак, dw это домен или область данного мира. Интуитивно это множество объектов, которые в данном мире существуют. Буду я еще использовать время от времени домен модели. Значит, есть домен отдельных миров, домены отдельных миров, и есть домен модели. Домен модели это объединение всех доменов возможных миров. Ну, или область модели. Значит, это третий элемент нашей модели. Это семейство доменов. Ну, и, наконец, i это интерпретация индивидных констант и предикатов. Значит, эта интерпретация берет константу c, например, и выдает функцию от возможных миров к объектам. Ну, то есть, если мы возьмем i от c и еще применим к возможному миру w, то мы получим объект. То есть, i от c от w это какой-то объект из домена модели. Короче говоря, константа это функция, которая берет... Ой, извините, интерпретация интерпретация i это функция, которая берет константу, берет возможный мир и выдает генотат данной константы в данном возможном мире. Это если мы функцию i применяем к константам. Мы можем ее применять также к предикатам. Значит, эта функция берет n-местный предикат n берет далее возможный мир и выдает экстенсионал. Экстенсионал данного n-местного предиката для данного мира. Ну, экстенсионал n-местного предиката это множество упорядоченных n-ок объектов из домена модели. То есть, вот вот это у нас домен модели. вот этот домен модели, он в декартовой n-ной степени, то есть, это множество всех упорядоченных n-ок, составленных из объектов из домена модели. Ну, π от этого всего это множество подмножеств. Значит, этого множества. Ну, короче говоря, вот короче, просто применяем интерпретацию к n-местному предикату b, потом в каком-то возможном миру и получаем просто какое-то множество упорядоченных n-ок. Например, если b это предикат выше двухместный, мы его применяем в каком-то возможном миру w и получаем множество пар объектов, такие, что первый элемент пары выше второй. Пары типа Джон Пол, Джордж Ринга и так далее. Ну и мы фиксируем интерпретацию предиката равенства стандартным образом. Предикат равенства это отношение тождества на домене модели. Вот объект равен себе, любой объект равен себе самому и не равен никакому другому объекту. Несколько примечаний к этому понятию модели. Области миров или домены миров могут пересекаться. Один и тот же объект может существовать в нескольких мирах. иначе говоря, это примечание для ценителей Льюисовской антологии. В моделях, которые построены на антологии Льюиса, как известно, домены миров не пересекаются. У этого объекта может быть в другом мире двойник, но сам этот объект в другой мир попасть не может. Я использую Криптевскую антологию, в смысле Фейнг Мендельсон использует Криптевскую антологию, и потом я ее буду использовать. Домены миров могут пересекаться, объект может существовать хоть во всех мирах, хоть и бесконечную множесть миров. Дальше константы могут обозначать несуществующие объекты. то есть динатат константы С в мире W может не существовать в мире W. Но это интуитивно мне кажется понятная идея. динатат имени Аристотель в данный момент не существует. Но тем не менее имя мы можем использовать. И это имя имеет динатат в том числе для данного момента времени. Но этот динатат в данный момент времени не существует. Он уже давно умер. Вот. И далее предикаты интерпретируются на домене модели. Поэтому несуществующие объекты могут входить в экстенсионалы предикатов. Например возьмем предикат мудрее. И давайте допустим что Аристотель мудрее всех ныне живущих философов. Вот. Значит допустим что это истинно для данного момента. Сейчас 12 марта 23 года Аристотель мудрее всех существующих философов. Вот. Значит Аристотель как бы фигурирует в упорядоченных парах которые входят в экстенсионал предиката мудрее для сегодняшнего дня. Значит предикаты повторяю интерпретируются не на доменах миров а на домене модели. То есть как бы мы учитываем не только существующие меры не только существующие объекты в том или ином мире но и все объекты вообще. Ладно. Несколько еще значит семантических понятий нам нужно рассмотреть в модели мы для модели если дана какая-то модель мы можем определить в ней оценку переменных. Вот оценка переменных это очень просто. Это функция которая берет переменную вар это множество переменных от слова variables и каждый переменный назначает объект из домена модели. Вот. Значит нам потребуются так называемые варианты оценок переменных. Вот. Например V это оценка переменных в модели а вот это это некий X-вариант этой самой оценки V. Ну здесь E это entity в общем объект из домена модели а X это переменная короче вот этот вот X-вариант в общем V EX отображает все переменные Y которые не равны X-у так же как V на те же самые объекты вот а entity E отображает на X ну в общем это стандартное для семантики понятие оно нам тоже пригодится определим функцию денотации значит вот вот эта оценка переменных вот например вот такая функция V она определяет денотат только для переменных а интерпретация определяет денотат только для констант нам потребуется такая общая функция денотации которая ну как бы представляет собой склейку из оценки переменных V и интерпретации I значит мы это функция которая берет сначала терм переменную или константу потом берет возможный мир из G и выдает в итоге какой-то объект это будет денотат данного терма для данного мира например мы можем V I применить сначала к терму T а потом к миру W и получить объект и что это за объект но еще раз интуитивно это просто функция которая как бы склеена из V I значит если T это переменная то этот объект это просто V T а если T это константа то это интерпретация данной константа для данного мира то есть динодат данной константы для данного мира вот и значит нотационная конвенция вот это будет означать что M это модель W это некоторый мир в этой модели и V это оценка переменных а F это формула ну вот я буду писать вот так это будет означать что формула F истинна в модели M в мире W при оценке переменных E вот теперь мы можем определить понятие истины к слову сказать коллеги если у вас по ходу дела возникают вопросы вы не стесняйтесь меня перебивать пожалуйста задавайте вопросы по ходу дела так я пока вижу пока у меня открыт открыт открыта моя презентация если вы в чат вопрос например запишите я возможно его не увижу поэтому если по ходу дела возникают вопросы задавайте пожалуйста на всякий случай вслух ну так вот определяем истину или выполним атомарная формула P от ряда переменных P от ряда переменных у нас у нас есть ряд переменных в этой формуле есть оценка переменных и применяем V к этим переменным получаем кортеж объектов и вам должен принадлежать экстенсионалу предиката P для текущего мира мир W взят вот отсюда относительно которого мы оцениваем но совершенно стандартная вещь значит пункты для отрицания и для конъюнкции и для всех определяемых связок стандартным пункт для ромб стандартен но я только буду использовать вот такую нотацию которая не везде используется в общем R от W это множество миров достижимых из W пункт для квантера но заметим что когда мы обрабатываем квантер мы выбираем какое-то entity объект из домена мира то есть говоря попросту квантеры пробегают по доменам миров значит у нас текущий мир W и мы выбираем entity из домена этого мира W вот и при этом у нас модифицируется отбрасывается квантер и модифицируется оценка переменных было V стал вот такой X вариант V V X то есть X вариант который отображает X на E вот и пункт для лямбда оператора напомню вот здесь внизу записана эта же формула в стандартной нотации если кому-то она более привычна вот значит напомню что в этой нотации буква лямбда не видна она незримо присутствует и X стоит под лямбдой то есть X это связанная переменная вот значит мы здесь применяем и используем терм T и денотат данного терма T для данного мира W становится значением переменной X то есть мы модифицируем оценку переменных V вот таким образом переходим от V вот к такому X варианту X отображается на денотат терма T для текущего мира W вот так значит это семантика для лямбда оператора ок и теперь я могу привести иллюстрацию которая показывает зачем нужен лямбда оператор вообще-то лямбда оператор ведь используется не везде например в стандартной первопорядковой логике вне модальной но лямбда оператор можно использовать с аналогичной семантикой но в этом не будет смысла вот в первопорядковой модальной логике с переменным доменом вот у нас домены миров могут различаться и с нежесткой интерпретацией констант да то что домен переменный это неважно важно что интерпретация констант нежесткая нежесткая интерпретация констант означает что одна и та же константа в разных мирах может иметь разные динататы вот если у нас интерпретация констант нежесткая то в лямбда операторе есть смысл дело в том что вот эти две формулы имеют разные истинностные значения. Сразу забегая вперед, давайте скажу, вот это первая формула, это интерпретация d-r, мы константу интерпретируем до того, прежде чем интерпретируем модальный оператор. В общем, ну пусть а это джон, а б это быть лысым. Значит, джон мог бы быть лысым. Это утверждение можно интерпретировать d-r и d-d, вот это прочтение d-r, а вторая формула, это прочтение d-d. Но давайте об этом подробнее. Вот первое, которое прочтение d-r, формула вот такая. Значит, давайте распишем ее истинностные условия в соответствии с дефиницией истины. Сначала мы обрабатываем лямбда-оператор. И у нас модифицируется оценка переменных v вот таким образом. Мы от v переходим к такому x-варианту. И получаем здесь формулу уже без лямбда-оператора. Потом обрабатываем ромб, и ромб нас переносит из мира w в какой-то мир u. Ну и вот мы получили атомарную формулу. Осталось применить пункт для атомарной формулы. И мы получаем вот что. Денотат константы а для мира w, вот этот, он принадлежит экстенсионалу p для мира u. Вот тут у нас w, а тут u. Это мы расписали истинностные условия вот этой формулы. Теперь поменяем местами лямбда-оператор и ромб, и распишем истинностные условия для вот этой второй формулы. Сначала нас ромб переносит в мир u, и потом мы уже относительно мира u интерпретируем лямбда-оператор, и в итоге мы получаем вот что. Денотат а для мира u становится значением переменной x. И применяем пункт для атомарных формул, и получаем, что денотат а для мира u принадлежит экстенсионалу p для мира u. Значит, в чем здесь разница? Здесь у нас стоит w, а здесь стоит u. Во всем остальном истинностные условия совпадают. Значит, вопрос в том, что мы делаем сначала. Сначала оцениваем константу, находим ее денотат в исходном мире w, а потом переносимся в мир u. Или наоборот, сначала переносимся в мир u, и потом уже там, в мире u, находим денотат константы а. Вот. Это два разных прочтения одного и того же предложения. Джон мог бы быть лысым. Прочтение ДР и прочтение ДГИКТа. И если бы у нас не было лямбда-оператора, мы не могли бы эти два прочтения отображать. Но в самой естественной семантике мы имели бы только прочтение ДГИКТа, а прочтение ДР отображать не могли бы. Вот в этом смысл лямбда-оператора. Он нужен для того, чтобы два эти прочтения мы могли отображать. Ладно. А, ну все. Я, значит, про стандартную модельную логику из фитинга и Миндельсона сказал. Все. И теперь самое время перейти от затянувшегося предисловия к лапному. Итак, феномен кросс-мировой предикации. Рассмотрим предложение. Джон мог бы быть выше, чем Мэри, как она есть. Если у этого предложения есть интуитивные и истинностные условия. И если мы эти интуитивные и истинностные условия выразим, используя семантику возможных миров, то мы получим вот что. Джон, каким он мог бы быть, то есть Джон, каков он в некотором возможном мире достиженном, и действительно выше, чем Мэри, как она есть. Мэри, как она есть, значит, Мэри, какова она в действительном мире. Значит, здесь у нас Джон и Мэри ассоциированы каждый со своим миром. Джон с некоторым возможным миром, достижимым из действительного, а Мэри с действительным миром. И эти миры могут быть разными. Итак, что здесь появляется нового? То, что у нас мы говорим о двух объектах, и каждый объект ассоциирован со своим возможным миром. Вот это я буду называть кросс-мировым отношением. Отношение между Джоном и Мэри, кросс-мировое, описанное выше, это отношение двухместное. Давайте в общем виде определим N местное, кросс-мировое отношение. Это когда у нас есть N объектов и N миров, и каждый объект ассоциирован со своим миром. Когда я говорю объект ассоциирован с миром, я имею в виду, что мы рассматриваем объект, каков он в этом мире, с которым он ассоциирован. Значит, O1 ассоциирован с W1, ON ассоциирован с WN. И вот все они находятся в N местном отношении R. Вот это определение N местного кросс-мирового отношения в общем виде. Просто отношение, это отношение между объектами. А кросс-мировое отношение, это отношение между объектами, каждый из которых ассоциирован со своим миром. Джон выше Мэри. Это отношение между объектами Джона и Мэри. А Джон мог бы быть выше, чем Мэри, как она есть. Вот здесь мы приписываем им отношение кросс-мировое. Джон, каков он в некотором мире X, выше, чем Мэри, какова она в некотором мире Y. Каждый объект ассоциирован со своим миром. Стандартная модельная логика не видит кросс-мировые отношения, в принципе, не способна их отображать. Значит, для того, чтобы их отображать, нужна некоторая нестандартная семантика. Нестандартная семантика, которая базируется на нестандартной интерпретации предикатов. А именно на интерпретации, которую я буду называть кросс-мировой. Значит, в логиках, которые умеют отображать кросс-мировые отношения, предикаты получают кросс-мировую интерпретацию. Что такое кросс-мировая интерпретация предиката? Ну вот, возьмем N-местный предикат. N-местный предикат P. Стандартная логика назначает экстенсионал P для каждого отдельного возможного мира. И это простая интерпретация, стандартная интерпретация. Кросс-мировая интерпретация назначает экстенсионалы не для отдельных миров, а для упорядоченных N-ок возможных миров. Ну, например, предикат выше. Если мы его интерпретируем относительно упорядоченных пар миров, то мы можем получить вот что. Пара объектов Джон Мэри принадлежит экстенсионалу предиката выше для пары миров XY. Это будет означать, что Джон, каков он в X, выше, чем Мэри, какова она в Y. Вот. Значит, если мы говорим, что пара Джон Мэри принадлежит экстенсионалу предиката выше для мира X, для отдельного мира X, то мы просто получаем внутримировое отношение. В мире X, внутри этого мира, Джон выше Мэри. А если мы экстенсионал предиката выше имеем для пары миров XY, то мы получаем Джон в одном... Мы сравниваем как бы Джона в одном мире и Мэри в другом мире. То есть у нас объекты оказываются ассоциированы с мирами. Вот. Значит, вот это вкратце. При стандартной интерпретации предикатов, интерпретация N местного предиката P, как бы его интенсионал, это функция от миров к экстенсионалам. А прикрос мировой предикатации это функция от упорядоченных N-ок миров опять же к экстенсионалам. Экстенсионалы одинаковые в обоих случаях. Это множество упорядоченных N-ок объектов. Но назначаются эти экстенсионалы в одном случае просто для миров, а в другом случае для... вот G в N-ной степени, для упорядоченных N-ок миров. То есть различие между кросс мировой... Специфика кросс мировой предикации состоит в том, что вот здесь у нас Декартова N-ная степень. Множество миров в Декартовой N-ной степени. Вот. Только эта малозаметная буква определяет отличие кросс мировой предикации от стандартной... от кросс мировой интерпретации предикатов вот стандартной интерпретации предикатов. Так, ладно, это я... Это ладно. Итак, CPL. CrossField Predication Logic. Это, еще раз, это мой креатив. Это то, что я представляю. Значит, это... Логика первопорядковая, модальная, с равенством. Она учитывает кросс мировую предикацию, значит, она базируется на кросс мировой интерпретации предикатов. Дальше. Для того, чтобы использовать кросс мировую интерпретацию предикатов, нам нужно релитивизировать действенностные значения не только к моделям миран и оценкам переменных, но и к еще одной штуковине. Эту штуковину я называю VP-функцией. Ну, это функция, частичная функция от переменных к возможным мирам. Вот. И при этом CPL основана на стандартном языке модальной логики, то есть на языке СМЛ, который я описал выше. И существуют другие кросс мировые логики, ну, вот в частности логика Кацурика, которую я довольно подробно разбираю в своей статье в разделе 2.4. В смысле, я ее там не пересказываю, я просто сравниваю выразительные возможности CPL и логики Кацурика. Вот. Но есть также, я упомянул в статье несколько еще кросс мировых логик, но все они расширяют формальный язык. Они все включают в формальный язык какие-то дополнительные операторы или маркеры или какие-то символы. Вот. Значит, преимущество CPL в сравнении с аналогами состоит в том, что эта логика базируется на стандартном формальном языке. Ничего нового в стандартный язык я не включаю. Вот. У логики Кацурика есть свои преимущества. Она более выразительна, чем CPL. Но вот у CPL, значит, свое преимущество. Она обходится минимальным языком. Вот. И что следует ниже? я описываю про язык я уже сказал, он не отличается от языка СМЛ. Значит, ниже я описываю семантику CPL, привожу ряд примеров применения этой семантики и указываю некоторые нестандартные свойства этой семантики. Ну вот. Модель CPL почти такая же, как модель для СМЛ. Там единственное различие это малозаметная буква N вот здесь, где выделено синим. Значит, давайте еще раз напомню. G это множество возможных миров, оно не пустое. R это отношение достижимости, оно может быть каким угодно. W это домен возможного мира W, домен модели это объединение всех доменов миров и это интерпретация констант и предикатов. она берет константу, берет возможный мир и назначает генотат и дальше берет N местный предикат берет N местный предикат P и берет какую-то упорядоченную N возможных миров. И вот для этого предиката и для этой N миров назначает экстенсионал. Вот то, что выделено синим, это единственное отличие модели CPL от модели СМЛ. Оценка переменных и денотация определяются так же, как для СМЛ. И VP-функции. VP-функции это такой нестандартный элемент в этой семантике. Еще раз, VP-функция это частичная функция от переменных к возможным мерам. У нас есть оценка переменных это функция, причем это полная функция от переменных к объектам из домена модели. И есть еще одна функция от переменных теперь уже не к объектам к возможным мерам и эта функция является частичной в общем случае. Частичная то есть определена не для всех переменных. Вот значит зачем эти самые VP-функции нужны? Вот например мы оцениваем атомарную формулу PXY относительно оценки переменных V и относительно VP-функции F. Мы применяем у нас здесь есть кортеж переменных XY. Применяем функцию V к этим переменным получаем кортеж объектов V от X V от Y. к этим же переменным применяем функцию F VP-функцию и получаем кортеж миров F от X и F от Y это уже не объекты а миров. Вот и это то что нам нужно. Нам нужен упорядок поскольку P это двухместный предикат значит нам нужна упорядоченная пара объектов и упорядоченная пара миров. И после этого мы можем проверить входит ли данная пара объектов в экстенсионал P для данной пары миров. Нам ведь нужно проверить входит ли эта пара объектов в какой-то экстенсионал ну в экстенсионал предиката P. Но ведь экстенсионалы у нас теперь задаются не для отдельных миров а для пар миров. значит нам нужна пара миров а где ее взять а вот у нас есть переменные x и y и есть vp функция f применяем эту vp функцию к этим переменам получаем искомую пару возможных миров и так мы получаем истинственные условия условия истинности данной формулы P от x y относительно данной оценки переменных v и данной vp функции f вот и так в этом смысл vp функции зачем они нужны чтобы получать картежи миров при оценке атомарных формул нам потребуется модификация vp функции ну во первых x вариант x вариант vp функции f ну это определяется почти так же как x вариант для переменной v это значит вот эта новая vp функция f w x подсылает x к w отображает x на w а все остальные переменные отображает так же как функция f но если эти переменные входят в домен в область определения а если не входят то ну в общем то они не входят и в область определения вот этой новой функции вот здесь определение x варианта чуть длиннее чем для оценок переменных потому что здесь учитывается тот факт что vp функции являются частичными поэтому нужно еще учесть входят переменные в область определения тех функций или не входят ладно короче вот такие x варианты аналогичные x вариантам оценок переменных мы будем использовать. И еще фундированная VP-функция. Мы можем взять VP-функцию, которая является частичной, она определена не для всех переменных. И можем ее как бы фундировать на мере W. Так мы получим вот такую новую VP-функцию FW под чертой. Эта новая VP-функция уже является полной. Если x входит в область определения F, то FW под чертой от x равно F от x. А если x не входит в область определения F, то все такие переменные отображаются на W. Вот в этом смысл вот этой функции FW. Это тотальная уже полная функция, которая все переменные, для которых F не была определена, все эти переменные отображаются на W. Вот. Ну, здесь просто нотационная конвенция. Значит, я буду писать вот такое. В том смысле, что формула F истинна относительно модели M, мира W, оценки переменных V и VP-функции F. Так, и давайте здесь ограничимся пока первым пунктом. Когда мы оцениваем формулы, мы в начале, на старте оценки, всегда берем одну и ту же VP-функцию, а именно пустое множество. Ну, напомню, что VP-функции у нас частичные, поэтому пустое множество это функция, которая не определена ни для одной переменной. Это тоже легальная VP-функция, можем ее использовать. Ну, все, определяем истину. Значит, атомарная формула. Применяем к ней оценку переменных V, и получаем кортеж объектов. Теперь, можем ли мы применить VP-функцию F ко всем вот этим переменным? Ну, не факт. F ведь частичная функция. Она может быть для каких-то переменных из этого кортежа определена, а для каких-то нет. Более того, теоретически она может быть не определена даже для всех переменных из этого кортежа. Поэтому, прежде чем VP-функцию F применять, мы ее заземляем на фундируем на текущем мире W. То есть, от F переходим вот к этой фундированной функции FW под чертой. И эту фундированную полную функцию уже применяем ко всем этим переменным и получаем вот такой кортеж миров. Вот это оценка атомарных формул. Для булевых связок все стандартно. При оценке VP-функций при обработке булевых операторов у нас с VP-функциями ничего не происходит. При обработке модальных операторов с VP-функциями ничего не происходит. так и здесь ну да, все правильно. Дальше обрабатываем экзистенциальный квантер. При этом у нас стандартным образом модифицируется V. и мы от V переходим к такому X-варианту V и аналогичным образом модифицируется F. От F переходим к такому варианту X-варианту F. Именно мы тем самым ассоциируем переменную X с текущим миром W. То есть теперь уже у нас переменная X если это обозначает какой-то объект то мы берем этот объект таким каков он в мире W. За это отвечает вот такая модификация VP-функции. При обработке лямбда оператора происходит аналогичное. У нас модифицируется оценка переменных так же как в стандартной модельной логике и модифицируется VP-функция мы от F переходим вот к такому X-варианту F так же как в случае с квантерами. Вот значит принцип такой когда мы обрабатываем оператор связывающий переменную вот здесь у нас оператор квантер связывает переменную X и мы его обрабатываем относительно мира W в этом случае мы переменную X ассоциируем с миром W то есть переходим от F вот к такой модифицированной VP-функции и то же самое здесь вот этот оператор это лямбда оператор он связывает переменную X и мы находимся при этом в мире W значит мы опять ассоциируем X с текущим миром W то есть переходим от F вот к такому X варианту F вот значит в итоге получается то о чем я хотел сказать выше вначале на старте когда мы оцениваем какую-то формулу мы всегда берем пустую VP-функцию потом когда обрабатываем операторы связывающие переменные мы пополняем эту функцию в общем добавляем пары вот такого вида X W к нашим функциям то есть у нас VP-функции уже становятся не пустыми они чем-то пополняются а когда мы доходим до атомарных формул мы переходим вообще уже к тотальным к полным функциям а именно к функциям которые фундированы на текущем возможном виде вот это три как бы правила по которым мы используем VP-функции ну и вот первый пример применения данной семантики оцениваем выбираем какую-то модель мир и оценку переменных а VP-функцию всегда выбираем на старте одну и ту же пустую и оцениваем данную формулу значит сначала нас ромб переносит ромб переносит нас в какой-то мир U вот мы сюда перешли в какой-то мир U с V и пустой VP-функцией ничего не случилось потом обрабатываем квантер и у нас модифицировалась оценка переменных и модифицировалась VP-функция то есть VP-функция теперь уже она уже у нас не пустая она уже содержит пару x U почему U потому что мы это делаем вот в мире U а ну и все и теперь оцениваем атомарную формулу PXY значит нашу вот эту модифицированную оценку переменных применяем к X и Y и что мы получаем вот такую пару объектов V EX от X и V EX от Y ну то есть это вот такая пара объектов E и V от Y вот теперь мы вот если бы мы взяли просто вот эту VP-функцию которая определена только для X и попытались бы ее применить к X и Y то у нас бы ничего не получилось но к X это применили бы а к Y нет потому что эта VP-функция определена только для X поэтому мы сначала эту VP-функцию заземляем на Y то есть получаем вот вот такую VP-функцию она уже полная определена для всех переменных и мы ее применяем к X и Y и получаем в итоге вот такую пару миров и так истинностные условия получились в итоге вот такие существует какой-то достижимый из W мир Y и есть какой-то объект в домене Y и этот объект вместе с V принадлежит экстенсионалу P для пары миров Y Y H вот этот пример просто показывает зачем мы заземляем VP-функции фундируем их на текущем возможном мире когда обрабатываем вот такие атомарные формулы в данном в данном случае у нас переменная X в этой формуле связана поэтому когда мы обрабатываем квантер связывающий ее мы X ассоциируем с каким-то миром а переменная Y в этой формуле свободна поэтому на нашем пути к атомарной формуле PXY мы не обрабатываем никакой оператор который бы связывал Y поэтому Y остается не ассоциировано с каким-либо возможным миром поэтому вот эта функция до которой мы дошли она для Y не определена поэтому нужно от этой функции перейти вот к такой окей итак это был пример первый вот пример второй значит есть кто-то существует кто-то кто мог бы быть выше чем как он есть обработали квантер модифицировали оценку переменных и веби функцию обработали ромб перешли к миру U наш исходный мир был теперь обрабатываем вот этот лямбда оператор значит так тут у меня соседи начали баловаться с перфоратором но надеюсь это нам не сильно помешает значит здесь у нас связанная переменная Y а X теперь уже свободная переменная так вот мы этот Y ассоциируем с текущим миром U то есть у нас получилось вот что VP функция где X отсылает W Y Q ну и модификация оценки переменных соответствующая ну и дальше применяем эту оценку переменных Y X получаем пару E E применяем эту VP функцию фундированную на U к этим же переменным получаем пару миров U W и в итоге интуитивно вот эти есть неосновесные условия говорят вот что значит есть достижимый мир а и есть объект в текущем мире в действительном мире W и есть достижимый мир и объект E каков он в этом достижимом мире ну например выше R или богаче чем он же каков он в текущем значит есть некто например кто мог бы быть богаче чем он есть пусть R означает богаче вот это пример кросс мировой предикации и вот так семантика наша позволяет такого рода предложения формализовать и получать интуитивно правильные истинностные условия а ну здесь это было добавление к тому что сказано вот теперь Джон мог бы быть повежливее давайте такой пример разберем пусть R означает вежливее ну вот здесь как раз мы имеем два лямбда оператора один вложен в другой в стандартной нотации это записывается вот так но мне кажется что вот в этой нотации структура формулы как-то видится яснее итак пусть у нас J большое это денотат имени Джон для мира W ну и денотат константы Джон для мира W то есть для действительного мира где мы находимся на старте обрабатываем лямбда оператор у нас J денотат имени денотат константы J для мира W то есть J большое становится значением переменной x и и x и x ассоциируем с W так обработали первый лямбда оператор обрабатываем ROM переходим в мир U с нашими с оценкой переменных и свипи функций ничего не произошло обрабатываем второй лямбда оператор теперь Y связанная переменная здесь J становится значением также Y вот здесь видно что J становится значением не только X но и Y и при этом мы переменную Y связанную здесь ассоциируем с текущим миром U то есть добавляем к нашей VP функции сейчас добавляем вот такую пару Y U и все дошли до атомарной формулы применяем наши функции к переменным получаем J J принадлежит J принадлежит экстенсионалу предиката R для пары миров UV интуитивно это значит John каков он в U вежливее R чем John каков он в W значит это кросс мировое сравнение то есть в итоге мы получаем так в итоге мы получили что существует мир достижимый из действительного такой что Джон каков он в том мире вежливее чем Джон каков он в этом то есть это предложение Джон мог бы быть повежливее Ладно так ну дальше некоторые примеры из статьи Кацорика например вот этот ну давайте уже на этих примерах сэкономим время тем более что я почти час уже говорю значит понятие общезначимости к семантике еще полагается понятие общезначимости ну вот можно определить общезначимость как это обычно делается формула фи общезначима если она истинна в любой модели М в любом мире W из этой модели при любой оценке переменных V в этой модели и при любой VP функции F в этой модели так это одно понятие общезначимости но имеет смысл ввести еще одно понятие общезначимости потому что у нас есть некоторые привилегированные особые VP функции именно пустое множество вот значит второе понятие общезначимости общезначима со звездочкой формулы если для любых M M W и V мы имеем вот это F истинна в M W и относительно пустого множества окей некоторые нестандартные свойства подробно разбирать давайте не будем я просто одно нестандартное свойство приведу вот формула которая вверху в заголовке эта формула в стандартной модальной логике не является общезначимой то есть она в стандартной модальной логике может быть ложной ну ложной в некоторых моделях в некоторых мирах вот в CPL эта формула как ни странно оказывается общезначимой хорошо это или плохо ну во первых это просто нестандартное и такое неожиданное свойство данной семантики хорошо это или плохо но в общем мне кажется ни то ни другое здесь просто нужно иметь ввиду один момент вот существует кто-то кто мог бы быть лысым мы склонны когда мы используем стандартную модельную логику мы это предложение первое формализуем вот так существует х кто-то такое что возможно что х лыс вот если мы в CPL это первое предложение такой формулы формализуем то мы получим вот такое следствие что существует лысый индивиду но это нежелательное следствие так быть не должно то есть эта формула у нас эта формула в CPL общезначима и поэтому если мы берем вот такой антицидент то мы автоматически получаем такой консекмент значит существует кто-то кто мог бы быть лысым если мы формализуем это так то мы получаем вот такое следствие а нам это нежелательно из первого предложения не должно следовать второе но это значит что первое предложение нужно формализовать не вот так а по-другому как именно а именно вот так то есть мы добавляем такой лямбда оператор после ромба и вот эта новая формула уже имеет те самые истинственные условия которые нам нужны и эта новая формула не влечет не влечет вот это следствие что существует кто-то лысый действительно вот ну в этом можно убедиться используя семантику CPL это рутинная процедура давайте на это не будем тратить время сейчас есть тут еще кое-какие примеры которые показывают некоторые еще нестандартные свойства семантики CPL но давайте на этом сэкономим просто просто вывод по последней части доклада состоит в том что есть некоторые неожиданные свойства некоторые спецэффекты так сказать семантики CPL ну и вот итог итак CPL основана на стандартном языке модельной логики первого порядка этим отличается от существующих в литературе аналогов семантика это основано на кросс-мировой интерпретации предикатов при этом для того чтобы эту кросс-мировую интерпретацию предикатов использовать при оценке формул необходим дополнительный некоторый элемент от которого истинностное значение формул зависит а именно VP-функции ну VP-функции испытывают некоторую динамику в ходе истинностной оценки формул она связана с тем что на старте мы всегда берем пустое множество в качестве VP-функции а дальше при оценке при оценке предикатов при при обработке так при обработке операторов которые связывают переменные у нас VP-функции пополняются а потом на финише когда обрабатываем атомарные формулы мы вообще переходим к полным VP-функциям вот это итог и вот кое-что разное значит для тех кому интересные выразительные возможности CPL вот в статье которая вам разосна этому посвящен раздел 2.4 там сравниваются выразительные возможности CPL и гибридные лоики Кацурика я уже упоминал что лоика Кацурика более выразительна есть какие-то вещи которые в лоике Кацурика выражаются в CPL нет в этом состоит преимущество лоики Кацурика ну и вообще гибридные лоики вот но CPL свое преимущество а именно как я уже сказал то что она базируется на стандартном на стандартном вокабуляре вот и для CPL есть некоторая теория доказательства а именно табличная теория доказательства которая применима к замкнутым формулам и в третьем разделе статьи я описываю эту теорию доказательства и показываю что она корректна и полна относительно представленной семантики вот ну а дальше есть разные перспективы этой темы в частности я сейчас занимаюсь разработкой аксиоматической теории доказательства для CPL и надеюсь с помощью Льва Ламберова эту задачу решить вот ну с помощью Льва потому что мы участвуем в проекте РНФ который посвящен как раз этой теме коллеги все спасибо за внимание если у вас есть вопросы или комментарии пожалуйста буду рад их услышать спасибо большое за доклад ну что какие у кого есть вопросы если нужно вернуть какой-то слайд то я верну да я еще хотел сказать спасибо Льву и Индире за порцию опечаток которые коллеги нашли в черновике моей статьи если у вас еще будет энтузиазм это делать читать если у вас будут какие-то комментарии там опечатки неточности или стилистические какие-то шероховатости отметите я буду вам признателен пока коллеги собираются я наверное комментарии выскажу у меня есть некоторые сомнения относительно не совсем аргумента но как бы обоснование мотивации в начале статьи ты Женя пишешь что ну буквально вот я зачитаю как у тебя написано логика Кацурика обладает большей выразительной силой но она является гибридной ее словарь содержит нестандартные элементы например переменные для возможностей миров и гибридные операторы которые работают с этими переменами это делает его логику неадекватной для логической формализации фрагментов языков не имеющих выражений для возможностей миров вот мне кажется это немного спорно по меньшей мере утверждение в том смысле что когда мы формализуем какое-то предложение то нам ведь важно сохранить условия истинности а логическая форма практически всегда будет отличаться от грамматической формы то есть вряд ли это какая-то серьезная проблема а вот то что ты в докладе отметил обходиться минимальным языком вот это мне кажется хороший аргумент вот ну то есть тут можно вспомнить как бы несоответствие между естественно языковыми выражениями типа там банальное и например в детском языке это не то же самое что конъюнкция не всегда так работает вот главное чтобы условия истинности сохранились потребуется ли это для выражения логической формы ввести какие-то ну то есть потребует ли это для адекватного выражения логической формы введения каких-то дополнительных выражений ну это уже как бы мне кажется отдельный вопрос который скорее зависит от каких-то прагматических особенностей может быть ну тех целей которые мы в принципе преследуем формализации ну там согласен значит вопрос чего мы хотим от формализации если хотим только отображение истинностных условий тогда конечно никаких проблем с гибридной например логикой не будет но более того в этом случае мы мы вообще можем например отказаться даже от модальной логики просто все перевести на язык формализовать все предложения на языке немодальной двухсортной первопорядковой логики ну существует стандартный перевод модальной логики нам язык немодальной логики вот но она будет двухсортной нам нужно будет два домена домен объектов и домен миров но все остальное ну в общем короче говоря просто получится нормальное отображение истинностных условий но язык при этом будет немодальным вот значит это если мы хотим если мы хотим отформализации только отображение истинностных условий тогда действительно и с гибридной логикой все нормально и вообще мы можем даже модальную логику не использовать вот если же мы хотим отформализации не только отображение истинностных условий но еще и какого-то соответствия языку естественному то есть так чтобы элементом чтобы элементы формального языка чему-то соответствовали в естественном языке вот тогда тогда нам нужно использовать именно модальную логику и если мы формализуем фрагменты языка например есть модальные глаголы но нет никаких допустим имен для возможных миров или перемены для возможных миров чего-нибудь такого в общем нет упоминания возможных миров или ситуаций вот тогда ну значит вот вот если мы хотим такого как бы лексического соответствия между элементами естественного языка и элементами формального языка то переменные для возможных миров и гибридные операторы будут лишними нужно ли нам это и если да то зачем я не знаю это открытый вопрос значит для моего проекта есть еще некоторая дополнительная мотивация именно мне просто любопытно сколько кросс-мировой предигации можно отобразить не расширяя формальный язык средствами значит логики которые базируются на стандартном языке но как бы как бы сказать если мы добавляем в язык гибридные операторы то вот говоря метафорическим это все равно что к автомобилю приделать пропеллер и вертолетный мотор значит это сильно увеличит например проходимость и скорость автомобиля потому что он будет летать по воздуху но это переведет его как бы в другой класс вот когда мы переходим от простой логики к гибридной мы тем самым как бы автомобиль превращаем в вертолет мне было интересно узнать сколько гибридной сколько кросс-мировой извините предигации можно выжать из простого автомобиля ну вот мне кажется что довольно приличное количество получилось да хорошо это мне тоже кажется интересным интересной мотивацией да я понимаю что мотивация не только вот та которая я высказался да там у тебя три три мотивации по крайней мере указано в статье и вот вторая по которой я сказал первая и третья они вопросы не вызывают это вот третья по-моему была как раз по поводу того сколько можно достичь в области кросс-мировой предигации без гибридного языка а вот по поводу того что сейчас только что еще ты сказала по поводу соответствия естественному языку мне кажется это тоже и тут тоже скользкая дорожка в смысле того что ну вот в естественных языках вообще говоря ведь нету переменных мы вынуждены переменные использовать для того чтобы первопорядковый язык например нормально построить вот но другое дело конечно что мы предложениями называем только замкнутые формулы да ну все равно насколько вообще есть соответствие между естественным языком и языком допустим первого порядка ну тут тоже как бы что-то лишнее появляется уже ну мне кажется что ну например если мы предложение с местоимением вырываем из контекста и формализуем предложение он лыс без контекста то ну обычно это формализуется как p от x где x переменная не связанная то есть это формализуется открытым предложением вот но там можно еще добавить если именно он лыс то x лыс и x мужского пола но в любом случае это не связанное получается это мы формализуем как используем не связанную переменную и она соответствует местоимению которая ну которая которая не имеет например анофорического антицидента так что непонятно кому это он указывает но как бы индексикал без контекста вот ну то есть переменные по крайней мере в некоторых случаях имеют такой интуитивно понятный эквивалент в естественном языке ну а вообще я согласен с тем что вообще это сложный вопрос который ты поставил можно тоже реплику вставить а то как-то так это заболено но действительно говорить о том что в естественном языке есть переменные в том же смысле что и в логике предиката первого порядка то это неправильно конечно но есть выражения которые в общем-то с точки зрения естественного языка предложениями являются а с точки зрения вот если взять на как бы перейти на точку зрения логики предикатов то они не предложения но грамматически выраженные с точки зрения естественного языка нормальные ну вот ты сказал тогда когда контекста нет там он лыс там или он пришел или еще что-нибудь в этом роде. А есть же вообще, в принципе, выражения, которые в естественном языке существуют, и они в определенных контекстах и смысл имеют. Ну, я там детскую какую-то стишок вспоминаю. Если где-то нет кого-то, значит, кто-то где-то есть. По сути дела, ведь это как бы конструкция с переменными, так ли? Или неправильный разговор, понял ваш? Ой, а меня слышно? Лично я все слышал. Лично я слышал все, только Леш, а какую ты мораль вывел из своей реплики? Не мораль, просто примеры, которые более сложные, чем употребление местоимения вне контекста. Ну, просто реагировал на фразу о том, что в естественном языке нет переменных. Это, я вот соглашусь в последней твоей реплике, это сложный вопрос. То есть нельзя сказать нет, нельзя сказать да, можно говорить долго. Ну да. Ну да, все. Больше никакой морали, честно говоря. Зато узнал, что меня слышно. Ура! Это воистину ура. А вот Аня Моисеева хочет что-то сказать, да? Да, ну я тоже в ту же тему. Я, в принципе, согласна с вышесказанным о том, что степень соответствия между естественным языком и формализацией, это такая некачественная, количественная вещь. Но мне кажется, что более сомнительным соответствие становится даже не в конструкциях с переменными, а вот, скажем, в лямбда-абстрактах. То есть там, где мы используем лямбда-абстракт и активно, как вот у вас, например, когда нам даже для того, чтобы применить предикат в константе, нужно использовать лямбда-абстракцию. Но если бы человек, незнакомый хорошо с логикой, просто если бы мы зачитали эту формализацию так было пассивально, он бы сказал, нет, тут что-то не то сказано. Ну, человек, незнакомый с логикой, раньше бы задолго до введения лямбда-оператора пришел бы в недоумение. И что? Ну, как бы мы какое-то соответствие устанавливаем между формальным языком и естественным. Но само установление этого соответствия и само, как бы, овладение формальным языком и установление этого перевода с естественного на формальный и наоборот, это, ну, это некоторые специализации, значит, если это для того, чтобы это делать, нужно быть специально обученным. Вы, Аня, сейчас упомянули про человека, который не является специально обученным. Да, естественно, у него все это вызовет недоумение. И что? А, кстати, говорю, лямбда-абстрактом, лямбда-абстрактом в естественном языке кое-что соответствует. Да, например, ну, возьмем утверждение «Пушкин лыс». Абстрагируемся от Пушкина и получаем, вот из этого мы извлекаем свойства быть лысым. Ну, то есть, иметь то свойство, которое приписывается Пушкину вот в этом предложении. Вот, ну, в принципе, эта абстракция, если мы не имеем специального названия для какого-то свойства, то мы можем абстрагировать свойства из, например, сложных предложений. Ну, Джон выше пола и подарил полу гитару. Ну, вот, из этого мы можем извлечь такое свойство. Быть тем, кто выше пола и подарил полу гитару. Ну, в принципе, мы это на естественном языке делаем. То есть, в этом смысле лямбда-абстракты имеют соответствие в естественном языке. Коллеги, у меня все. Ну, вот, Евгений Васильевич, спасибо за интересный доклад. Два вопроса возникло. Первый в продолжение лямбда-абстрактов. Вот, они, наверное, очень хорошо выражают образование понятий, да? Вот, а второй вопрос. Кросс-мировая предикация, видимо, хорошо работает для модальности ДРЭ. То есть, как я понял из примеров, которые вы приводили, когда записывается формула существует х такое, что возможно П от х. Как я понял, это модальность ДРЭ, которая классической логике плохо поддается. Но если мы будем писать, возможно, что существует х, такое, что П от х, у нас никаких проблем не возникнет. И для ДРЭ не очевидно, что кросс-мировая предикация будет эффективной. Ну, в чем она будет эффективной, во всяком случае, мне не ясно. Да, Дмитрий Владимирович, спасибо. Да, действительно, по двум пунктам. Во-первых, да, лямбда абстракция формализует образование понятий. Значит, у нас есть предложение. Мы абстрагируемся, например, от... Ну, вот как в моем примере. Джон выше пола и подарил полу гитару. Вот, или, например, Джон выше пола и всем раздарил по гитаре. Абстрагируемся здесь от Джона и получаем свойство быть тем, кто выше пола и всем подарил по гитаре. У нас для этого свойства, если нет специального названия, то мы вот таким образом можем его извлечь из сложного предложения. Вот, это... И как бы формальным аналогом такого образования понятий является лямбда абстракция. Да, с этим я согласен. Вот, а что до Дереи Дедикта и кроссмировой предикации? Ну, во-первых, про кроссмировую предикацию. Она, в принципе, наблюдается, когда мы используем предикаты не менее, чем двухместные. Вот, эти примеры. Существует x такой, что возможно, что px. И наоборот, возможно, что существует xpx. Здесь, в принципе, ну, как бы сказать, мы можем интерпретировать предикаты... Вот, значит, давайте еще раз вспомним стандартную интерпретацию предикатов и кроссмировая интерпретация предикатов. Стандартная интерпретация n-местного предиката – это функция от возможных миров к экстенсионалам. Кроссмировая интерпретация – это функция от упорядоченных n-ок миров к экстенсионалам. Если мы берем одноместный предикат, то мы получаем одно и то же. В случае с одноместными предикатами, мир и упорядоченная однежка миров – это одно и то же. Поэтому применительно к одноместным предикатам кроссмировая интерпретация – нет. Кроссмировая интерпретация одноместных предикатов совпадает со стандартной интерпретацией одноместных предикатов. Вот когда местность предиката больше одного, тогда эти две интерпретации расходятся. Поэтому примеры с одноместными предикатами специфику космировой интерпретации не показывают. А если мы возьмем какой-нибудь двухместный предикат, то существует объект X, который больше... Давайте что-нибудь запишу. Сейчас я запишу и покажу. Позволите, у меня есть... Из ваших примеров можно взять про Петю, который мог бы быть выше Маши. Выше Маши наесть. Если мы запишем, что возможно, что Петя выше Маши, то есть модальность поставим в дедикто, то в чем разница будет в случае кросс-мировой предикации от стандартной? Знаете, давайте я эту разницу сейчас нарисую. Сейчас, секунду, я чуть-чуть порисую. Вот, нарисовал. Значит, возможно, что Петя выше Маши. Пусть W – это действительный мир, а U – это некоторый достижимый мир. Так вот, сейчас я найду. Вот схему видно полностью, да? Тут, значит, два мира. W – это действительный, U – это некоторый достижимый мир. И в каждом мире есть Петя и Маша. То есть квадрат – это как бы домены миров. Петя и Маша здесь, здесь. И вот эта стрелочка означает, что Петя выше Маши. Вот эта схема соответствует истинности предложения Петя выше. Возможно, что Петя выше Маши. И истинности этого предложения в мире W. То есть вот здесь это предложение истина. Что это значит? Что есть достижимый мир. Верхняя стрелка – это отношение достижимости. Есть достижимый мир, в котором Петя выше Маши. Вот эта стрелочка это показывает. Это отношение внутри мировое. Это отношение между Петей и Машей внутри мира U. То есть Петя, каков он в мире U, выше, чем Маша, какова она в мире U. А теперь кросс-мировое отношение. Значит, Петя, каков он… Вот стрелка идет как бы через миры. Вот стрелка идет… Стрелка, означающая выше. Отношение выше. Она идет как бы через миры. Across possible worlds. Отсюда и название кросс-мировая интерпретация. Так сейчас. Вот так идет стрелка. Значит, Петя, каков он здесь, в мире U, выше, чем Маша, какова она здесь, в мире W. Это кросс-мировое отношение. Заметьте, что вот Петя в мире U, выше, чем Маша, какова она в мире W. Но при этом возможно, что в мире U Петя ниже, чем Маша. В мире U Петя, каков он в мире U, ниже, чем Маша, какова она в мире U. Но Петя, каков он в U, выше, чем Маша, какова она в W. Вот это я называю… Ну, не я, как бы термин не я придумал. Это называется кросс-мировым отношением. И кросс-мировая предикация как раз вот такие отношения приписывает объектам. Кросс-мировая предикация – это когда мы используем предикат выше, например, для того, чтобы описать кросс-мировое отношение между Машей и Петей. Вот. То есть, в действительности, Петя может ни в каком мире не быть выше Маши. Вернее, в мире не быть. Или как? Ни в каком, извиняюсь, ни в каком мире не быть. Да, Петя может быть в этом мире, Петя ниже Маши. То есть, Петя, каков он в этом мире, ниже, чем Маша, какова она в этом. И здесь то же самое. Петя, каков он в этом, ниже, чем Маша, какова она в этом. Но через возможные миры Петя, как он здесь, выше, чем Маша, какова она здесь. Вот это возможно, да. Но этим отличается кросс-мировое отношение, это внутримировое отношение. Я, кажется, начинаю понимать, возможность себя ведет каким-то нестандартным образом, да? Ну, скорее, не возможность, а просто сами отношения нестандартны. И нестандартны они в том смысле, что мы устанавливаем отношения не просто между объектами, а между объектами, каждый из которых ассоциирован со своим миром. Вот это, может быть, ну, самым таким наглядным образом это формально представляет Кацурик. У Кацурика экстенсионал-предиката, это, ну, например, экстенсионал-предиката выше. Это не множество пар, типа Маша-Петя, а множество пар, состоящих, в свою очередь, из упорядоченных пар. Объект-мир. То есть Петя-ю выше, чем Маша-дабл-ю. Петя-каков-он-вью выше, чем Маша-какова-она-дабл-ю. Мне кажется, самая фишка в том, что ни в одном возможном мире Петя не выше Маши, но, тем не менее, в случае кросс-мировой преимущества мы получаем, что Петя может в некотором смысле быть выше Маши, да? Да, именно так. Ну, вот, вот я это так записал. Отношение выше здесь, это отношение между упорядоченными парами. Не между Петей и Машей, а между упорядоченными парами. Петя-мир-ю и Маша-мир-дабл-ю. Вот. Ну, там. Конечно. Как-то... Я опять могу... Да, пожалуйста, пожалуйста. Ну, это я же вмешиваюсь, считай. Опять могу вызвать недоумение у Евгения. Но у меня, видимо, это желание помочь кому-то и что-то объяснить, для того, чтобы самому понять. Ваш пример-то можно... Я понимаю, что вы уже и поняли все. Но просто пока слушал, думаю, вот если бы я кому-то объяснял, я бы сделал так. То есть, допустим, есть вот эти самые ваши Петя и Маша. И Петя всегда в жизни и в прошлом, когда они были маленькие, и сейчас он меньше Маши по росту. Но можно установить отношения, о которых говорит Евгений, что сейчас взрослый, хоть он и ниже Маши, но сейчас взрослый он выше, чем тогда, когда Маша была маленькая. То есть, вот эти отношения в классическом варианте такого рода предикаты не рассматриваются. А здесь, если мы рассматриваем пары объект-мир, то можно установить, что сейчас, хоть он и ниже Маши, но он выше, чем тогда, когда Маша была маленькой. Да. Да? Правильно? Правильно. Получается какой-то другой универс возможных миров. Нет, нет. Прекрасный пример, Судина. Спасибо. Спасибо, Леш. Прекрасный пример. О, я не вызвал, не, ура. Что? Ну так это ваш же пример, просто как бы вот. Ну ты его сделал таким наглядным, да, и легко понимаемым. Вот универсом, Дмитрий Владимирович, получается, что универсом возможных миров, но здесь Алексей использовал темпоральную интерпретацию, здесь возможные миры, это, например, моменты... Она проще всего, да. Вот. И, допустим, Маша и Петя родились в один день, жили долго и умерли в один день. Вот. И всегда, прямо с момента рождения, Маша была выше Пети, и каждый день Маша выше Пети. Но, да, в этом смысле это стандартный совершенно универсум, да, значит, у нас вот какое-то количество дней, они же возможные миры. И каждый день, вот внутри этого дня, так сказать, между Машей и Петей есть некоторые внутри мировые отношения, а именно Маша выше Пети. Но если мы берем отношения между днями, Петя из завтра и Маша из позавчера, то может оказаться, что Петя, каков он завтра, выше, чем Маша, какой она была позавчера. Вот. Это кросс-мировое уже будет отношение. То есть в том же стандартном универсуме, в том же стандартном множестве возможных миров, мы можем еще, ну, как бы, рассматривать не только внутри мировые отношения, или, скажем так, внутри темпоральные, да, но и кросс-мировые, или кросс-темпоральные в данном случае. Да, очень хороший такой наглядный примерок. Алексей, ты хочешь? А мне тогда, я уже смелею и задам вопрос, если можно еще. А вот, как бы, в примерах вроде контрфактичность звучит, Евгений, у вас, у тебя. Вот. Но, по-моему, нигде она не проговаривается, проблема контрфактичности. И я для себя, ну, я не разобрался как следует, несмотря на то, что я давненько уже слушаю, и даже были попытки, когда ты мне объяснял. Вот. Ну, как-то было дело в Томске. Вот. Ну, теряется. Нет проблем-то с контрфактичностью. Понятно, что примеры, которые мы приводим, вот, для темпоральных контекстов, они очень удобные, да. Там, вчера, послезавтра и прочее-прочее. Ну, можно какие-нибудь там другие интерпретации, контексты взять, да. То есть, Петя в моих фантазиях выше, чем Маша или еще что-то в этом роде. То есть, наверное, да. Но уже будут сложнее примеры. А вот не возникает ли проблемы такого рода? То есть, не Петя когда-то был выше, чем Маша сейчас, а Петя когда-то мог бы быть, чем Маша сейчас. Или Петя был выше, чем могла бы Маша быть сейчас. Или, уж обобщу это, Петя мог бы быть выше, чем могла бы быть Маша сейчас. Там нигде проблемы не возникают. То есть все вот эти наслоения контрфактичности, они не мешают делу. Я не понимаю, что такое проблема контрфактичности. Я пока услышал только одно. Ты предлагаешь, ты привел примеры, которые, чтобы правильно формализовать, нужна бимодальная логика. Но бимодальная, в смысле, одна модальность темпоральная, а другая алитическая, например. Ну да. Мы должны здесь обязательно говорить о прошлом. Но это, знаете, такие контексты, когда состояния его нет сейчас, не было в прошлом, но когда-то могло бы быть так, чтобы в будущем оно было. Да, я понимаю. Что-нибудь типа ухудшения выгоды. Я просто не понимаю, почему ты ожидаешь каких-то проблем от мультимодальности. Они все время были интерпретационные. Ну вот как бы ожидаю, да. Ну, не исключено, что они и там могут возникнуть, но я пока не знаю, какие проблемы. Я просто наивно скажу, но там, на первый взгляд, то есть там, как бы, может быть, кортежей будет мало. Там более разветвленные структуры, там, например, множество кортежей окажется нужным. Потому что рассматривается-то не только, как бы, вот временной ряд последовательностей миров, да, а альтернативные всякие ряды. Вот Маша хорошо кушала и была всегда выше Петя, а если бы она нехорошо кушала, могло бы поменяться? Нет, я не понимаю, зачем там множество кортежей. А если бы она 5 лет переболела какой-то болезнью, и это остановило бы ее рост, там, ну и так далее. Ну и что? Нет, я здесь... Я понимаю, у тебя кортежи, конечно, как бы, они связаны с тем, что у тебя объект и мир, да, и если N местный предикат, то вот кортежи определяются этой предикацией, да. То есть у тебя, как бы, множество упорядоченных вот этих вот пар объект-мир. Возникает. Ну вот потому я, как бы, и с осторожностью я и спрашиваю. А когда мы начинаем миры рассматривать не только в виде последовательности, где у нас кортеж естественным становится, а более сложная ветвящаяся структура возникает, да, то есть мог бы так мир развиваться, а мог бы так развиваться, мог бы еще как-то развиваться в этом отношении. В прошлом было так же. Вот. Но это проблема, которая возникает, ну или вопрос, как определить два отношения достижимости и как они должны между собой соотноситься, ну в смысле темпоральное и элитическое. Это вопрос, который возникает при определении моделей. Вот. А что касается оценки атомарных формул, то мне кажется, что на оценку атомарных формул это не повлияет. В обоих случаях мы будем, в обоих случаях мы будем оценивать, будем проверять, относятся ли кортеж объектов к кортежу миров. Если позволите, дилетантский интерпретарь. Дилетантский интерпретарь. У нас, да, давайте, Дмитрий Владимирович, после вас еще Аня Моисеева скажет. У меня такая дилетантская интерпретация возникла. То есть при тех условиях, о которых говорит Алексей Геннадьевич, мы, может быть, исправляемся кортежами, потому что мы используем понятие степеней, рассматриваем декартовые произведения. А может быть, в тех условиях, о которых говорит Алексей Геннадьевич, возведение в степень – это детский лепет. Может быть, там по экспонентам надо работать. Если вы имеете в виду степени, которые мы используем при интерпретации предикатов, то вот мне как раз кажется, что на интерпретацию предикатов мультимодальность не повлияет. Вот. Проблема, как мне кажется, здесь возникнет не в том, как по-новому интерпретировать предикаты, а в том, как определить соотношение двух отношений достижимости между собой. Вот. Я соглашусь, я какого-то такого ответа и ожидал, на самом деле, да. То есть я же вопрос задал, не говорю, что там есть, а как бы это видеть. Ну да, видимо. Для меня, правда, не ясно, это ограничение для этой семантики или, наоборот, ее успех. Ну, непонятно. Ну, мне пока... На вскидку... Она не чувствует, да. На вскидку ограничений пока мне не видится. Ну да, и она не чувствительна к тем, что как бы там рассматриваем мы это прошлое реальное или возможное прошлое, какая разница. То есть если мы возможное прошлое, просто миров больше возникает, вот и все. Ну да. Согласен, да. Спасибо, нет, спасибо, все, я... Ну, Аня, вы хотели что-то сказать? Да, у меня как бы не столь техническое замечание, сколько такое фантазия на будущее, для чего можно было бы еще использовать вашу семантику, ну или какую-то другую семантику для кросс-мировой предикации, если она была бы дополнена еще какой-то семантикой кондиционала. Вот, в естественном языке есть же довольно много случаев употребления подобных, например, такому, скажем, если бы Петя был вежливее, то Маша хотела бы выйти за него замуж. То есть, что это означает? Это означает, что в каких-то возможных мирах Петя вежливее, чем здесь. И вот за этого Петю в тех возможных мирах Маша, но это нынешняя Маша, наша, хотела бы выйти замуж. Та Маша, которая в тех мирах, она может совсем невежливых парней любит, а скажем, высоких. Вот, но нынешняя Маша, думая о том Пете, думает, вот как бы классно было бы за него выйти. Можно я шутку уральскую вспомню для Аниного примера? У нас есть Павел Петрович Бажов, местный мэн такой, как бы, не знаю, как это назвать, объект. Про него шутка есть тогда, и он старенький уже шел, уже знаменитый стал и прочее. И шел где-то по улице, остановился около дома какого-то старенького, постоял, говорит, вот здесь когда-то моя зазноба жила. Стоял, подумал, сейчас бы не такая зараза стала, и пошел дальше. Аня, вы ведь об этом, да? Да, примерно об этом. Согласитесь, хороший брат. Да, ну, когда-то я там в одном докладе использовал пример трехместной кросс-мировой предикации. Вот, давайте возьмем такой предикат, составлять хорошее виолончельное трио. Ну, это предикат, который применим к трем объектам. Вот они вместе могут составить хорошее виолончельное трио. Ну, в смысле, что складно будут, они бы складно играли. Ну, это такой модальный предикат. Значит, вот могли бы составить хорошее виолончельное трио. Ну, и, например, мы можем построить такую модель, в которой в каждом возможном мире существует Джон, Пол и Рингом, и ни в одном возможном мире они хорошее виолончельное трио не составляют. Хотя, может быть, даже играют на виолончелях, может быть, даже каждый в отдельности хорошо играет, но трио из них хорошее не получится. В чем-то они друг с другом несовместимы в каждом возможном мире. Но Джон, каков он был, Пол, каков он сейчас, и Ринго, каким он станет, вот эти трое могли бы образовать хорошее виолончельное трио. Ну, да, или, например, там Джон Леннон, там, не знаю, и какой-нибудь Бетховен, и еще какой-нибудь музыкант из далекого будущего. Они просто не живут в это же время, но если бы они... Ну, если представить, что они живут, то там они составляют хороший ансамбль. В общем, если бы к носу Ивана Петровича добавить уши Петра Ивановича, завидный был бы жених. А еще тоже вспомнил, тут разговор был про пример с Лямбда, и, Евгений, был пример с подарившим гитару, или всем подарил гитару. А есть же хорошие вот эти примеры, объясняющие, связанные с... они, по-моему, диспозиционные предикаты, так называемые, типа растворимости. Там же условная связь, как бы, если погрузить в жидкость, то такое-то случится, да. А целиком мы рассматриваем это как растворимость, и можем рассматривать это как единое свойство. Это, по-моему, более удобная такая для объяснения тоже штуковина. Ага. То есть Лямбда Х, точка, а потом предложение. Если Х в воде, то Х растворяется. Ну да. Ну оно там теряет молекулярную структуру, да. Ну вот растворимость тогда. Да, это получается Лямбда абстракт. В общем, мы берем предложение. Если Х поместить в воду, то... Если сахар поместить в воду, то сахар растворяется. Вот такая импликация. То он теряет молекулярную структуру, то есть, да. Ну, например. Называется растворимость, да, в воде? Нет, мы можем использовать предикат растворяется. Мы просто различаем предикаты растворяться и растворимость. Ну да, 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 согласен, так тоже, да. Вот. И тогда мы имеем вот это... Итак, если сахар помещен... Если сахар в воде, то сахар растворен. Например, так. Абстрагируемся от сахара, получаем Лямбда Х точка. Если Х в воде, то Х растворен. И это будет Лямбда абстракт, который можно понимать как определяемый предикат растворяется. Именно так. Я только не помню, по-моему, диспозиционные предикаты их называют конкретно. Вот эти вот какого рода с условными. Да, да, именно так. Но диспозиционные, это в смысле не все, которые определяются через Лямбда, а просто те, которые... Нет, это те, которые, да, в определении условную связь содержат, да. То они проявляют свои свойства при определенных условиях. Ну, коль скоро пошел разговор о примерах, мне тут тоже один пример придумался, который в одном варианте только про Лямбду, а в другом про Лямбду и плюс еще кросс-мировую предикацию. Значит, пример такой, мать ссорится со своим сыном и как бы в гневе ему говорит, ты такой же, как твой отец. Вот, да, где здесь у нас получается Лямбда выражение такое, что все плохие качества у нас следовал. А если здесь будет кросс-мировая предикация, то тогда ты мог бы быть таким же, как твой отец, это уже будет скорее положительное что-то. Отец-то был Эйнштейн, а сын так, что попало. Вот, а если бы больше занимался, если бы лучше учился в школе, то был бы как твой отец, да? Да, что-то в этом роде, да. Не могу молчать, есть анекдот, говорит, сыночек, в твои годы Рокфеллер вообще вот уже, значит, зарабатывал, торгуя чем-то там по мелочи. Говорит, папа, в твои годы Рокфеллер уже имел то-то и то-то. Вот тоже пример, который вот Лев. То есть, если бы ты лучше учился в школе, то ты мог бы быть таким, каким твой отец является в действительности. Вот это кросс-мировое сравнение там. То есть, ты в каком-то том мире, такой же, достиг таких же успехов, например, как твой отец в действительном мире. Да, это получается кросс-мировое сравнение и быть таким же, как это здесь кросс-мировой предикат. Скорее даже не просто. Ну да, при такой интерпретации это кросс-мировой предикат. Хотя он может быть и не кросс-мировым, конечно же, как вот в случае, когда просто ребенка ругают. Ну, вообще, как бы, в семантике, в кросс-мировой семантике обычная интерпретация предикатов – это частный случай кросс-мировой интерпретации предикатов. То есть, обычная внутримировая интерпретация, как бы, вот предикат выше имеет экстенсионал для каждой упорядоченной пары миров. А имеет ли он обычные экстенсионалы? Ну, имеет. Экстенсионал предиката выше для пары миров WW можно считать его обычным экстенсионалом, но в стандартной модельной логике для мира W. Вот, я что-то не понял, к чему я об этом вспомнил. Нет, ни к чему. Действительно, как бы, я тоже, когда это рассматривал, что должен же быть эквивалент стандартной предикации. Вот он есть, ну, обычно там, как ее называют, диагональ или единица или еще что-то. То есть, вот на декартовом произведении там есть те, которые из мира в мир, из мира в мир. То есть, любой кортеж, содержащий только один и тот же мир, любой длинный кортеж, он в данном случае будет основой для стандартной интерпретации предикации. Ну да, то есть, попросту говоря, если мы имеем стандартную модель, то мы можем все экстенсионалы предикатов в этой модели перенести в кросс-мировую модель. Просто там мы еще добавим в кросс-мировую модель. Там надо задать процедуру все равно, ну, а там на уровне... Нет, процедура будет очень простая. По простой модель, наверное. Пусть P это N местный предикат. Процедура будет такая. Если P – N местный предикат, то стандартный экстенсионал P для W – это кросс-мировой экстенсионал P для кортежа W, W, W. С одинаковыми мирами, да. Вот. А экстенсионалы для кортежей, в которых мир не повторяется, ну, там присутствуют разные... Вольные мусы, да. Эти экстенсионалы мы отдельно добавим. Угу. Да. Ну, потому вот эта семантика, она является, как бы, ну, в обыкновенном смысле расширением выразительных возможностей. То есть добавляя класс предикатов нового типа, который раньше не ловился. Да, ну, просто потом возникает вопрос, как это использовать. Мы же не можем... Вот модель так расширили, то есть добавили... В общем, расширили модель в смысле, что перешли от простой интерпретации к кросс-мировой. А дефиницию истины при этом не изменим. Если мы дефиницию истины не изменим, то, ну, у нас просто новая семантика не будет работать. То есть там нужно что-то делать с определением истины. Ну, и вот разные люди это по-разному делают. Кроме вышеозначенного Кацурика, есть еще Увэмайера интересные на эту тему работы. Одна из них у меня в статье указана. Вот. И есть еще довольно старая работа, 80 какого-то, 84-го, что ли, года, 1900, Баттерфилда и Стерлинга. Очень интересная такая, какая-то полузабытая работа. О ней мало кто вспоминает, но там хорошая, интересная версия кросс-мировой семантики представлена. Вот. Лев, если вопросов нет, то, наверное, это твой выход, да, к микрофону. Ну, да, раз вопросов никаких нет, тогда мы еще раз благодарим Евгения Васильевича за доклад, за интересное обсуждение. Благодарим также Евгения Васильевича и всех, кто в нем принял участие, в том числе и не говоря ни слова. Вот. Ну что ж. Коллеги, спасибо вам всем еще раз. Всем большое спасибо, ну и тогда мы продолжим как-нибудь все эти дела и обсуждения в следующий раз. Вот. А Евгения Васильевича с нетерпением ждем на Аналитиконе. Непременно я сам в нетерпении. Всем тогда до свидания. До свидания. До свидания. Всем до свидания. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо большое.